На сцене первого фестиваля кей-попа танцевальный коллектив Брэд Дакс. Они танцуют под песню группы BTS Money. Сам стиль называется кавер-дэнс. Как по мне, то кавер-дэнс именно в плане кей-попа, он совмещает в себе очень много стилей. То есть это не отдельно хип-хоп, это не отдельно модерн, это все вместе. То есть ты изучаешь в течение своей кавер-дэнсерской деятельности все направления, которые включены, могут быть в одну хореографию. Жанр кей-поп появился в Южной Корее еще в 90-х, рассвета достиг в нулевые. Как нетрудно догадаться из названий, это своеобразный микс поп-музыки, правда обширный. Здесь есть элементы западного электропопа, хип-хопа и современного ритма эндблюза. Сейчас масштабы движения стали шире, кей-поп вырвался за пределы страны и популярен во всем мире. Кей-поп сам по себе это очень обширная субкультура, наверное единственная сейчас ныне существующая после 2007-2008 года, в которой ну очень много всего. Вы можете петь, вы можете танцевать, участвовать в соло или большими группами, малыми группами. Ребята, девчата здесь показывают свое мастерство в танцах, в бокале, но все соответственно в кей-поп тематике, то есть все корейское. До Рязани культура добралась давно. Коллективы, которые танцуют на сцене, уже выступали на подмостках других городов. Наконец у них появилась возможность выступить и на родной земле. Пока это только первый фестиваль корейской культуры, но, как утверждают организаторы, отнюдь не последний. Мы планируем постоянно поддерживать нашу молодежь, проводить фестивали и думаем выйти уже на более высокий уровень, собрать, как бы провести фестиваль кей-попа по центральным регионам. Атмосфера в Центральном парке культуры и отдыха буквально заряжена энергией выступающих. Зрители тоже не стоят на месте. Они подпевают и танцуют вместе с коллективами. Это не просто фестиваль. Наконец у любителей кей-попа появилась возможность собраться вместе. А у тех, кто с культурой еще не знаком, примкнуть к новому движению.